Сегодня гостем нашего выпуска будет журналист Игорь Яковенко, который присоединяется к нам в эти секунды в прямом эфире. Я надеюсь, мы его уже видим. Игорь, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Фарина. Давайте начнем с кадров из Самарской области, где сегодня сравняли с землей кладбище наемников Вагнера. Значит, возмущенный боевой товарищ тех, кто лежал на этом кладбище, записал видео и сказал, что вот еще совсем недавно здесь стояли кресты, а сейчас все закатано в бетон. Как думаете, можно ли говорить, что ушла эпоха и сейчас все, что так или иначе связано с ЧВК, будет, что называется, вымарываться из российской новейшей истории? Давайте посмотрим видео, Игорь. Простите, простите, мы можем посмотреть этот ролик. Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин. Это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сосравняли все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, ни бога ничего не боитесь? Вот здесь вот все кресты, ребят, которые погибли. Вот, 23-й год, обратите внимание. Вот. Ребята, вот, 23-й год. Вот, все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы вагнеровцев. Вот они были вдоль. Что думаете, Игорь? Вы знаете, российская бюрократия – это такая штука, значит, они сейчас в сложном положении, вот эти вот российские бюрократы, которые, ну, так или иначе, отвечают вот за такие вещи, как, значит, всякие кладбища, как всякие мемориалы и так далее. Ну, и вообще, так сказать, вот как это все оценивать, как об этом говорить, как об этом вспоминать, потому что идут противоречивые какие-то импульсы сверху, которые вот надо каким-то образом поймать, значит, переварить и в соответствии с этим действовать. Значит, с одной стороны, они помнят, и у них в ушах, вот у этих российских бюрократов стоит в ушах голос Путина, который говорил, что это предатели, изменники, и они должны ответить. И, в общем, они ответили, на самом деле. То есть, понятно, это сигнал, что это публичная казнь, но все же понимают, там никто, понятно, не будет говорить о том, что это Путин убил, но все понимают, что убил Путин. И это вот такая вот казнь публичная, которая вроде бы, с учетом того, что раньше было сказано, что это предатели, что это изменники, и вроде как их надо как-то искоренять. С другой стороны, тот же самый Путин сказал, что он очень высоко оценил, значит, Пригожина лично, сказал, что это человек, так сказать, что они воевали и убивали украинцев, за это им большое спасибо. Значит, с третьей стороны, что это вот очень человек непростой судьбы, но талантливый предприниматель, который много чего хорошего сделал в Африке, например, награбил много алмазов, драгоценных камней, нефти и газа. Тоже хороший человек, за это ему тоже большое спасибо. Значит, Соловьев, первое время я просто в качестве примера привожу те импульсы, которые идут и из Кремля, и из телевизора. Сначала была истерика по поводу того, что, значит, это люди, которых надо немедленно уничтожить. Потом, значит, после того, как это произошло, и после того, как стало ясно, что из Кремля дается, так сказать, достаточно такая высокая лояльная оценка, что это вообще герои. Ну, кстати говоря, и Пригожин, и вот этот вот нацист Уткин, они герои России. Так, на минуточку. Так вот, значит, после этого тот же самый Соловьев, когда все это случилось, вечером, когда уже, в общем, было известно, что все этих людей больше нет, что они уничтожены, он стал писать о том, что, значит, санитарная информационная гигиена, ни в коем случае молчание, тишина, никаких комментариев. Потом, когда на следующее утро уже стало ясно, что все уже сказали, он начал говорить о том, что, значит, объяснять, что это сделали зарубежные разведки, что это либо Украина, либо англосаксы. Ну, Путин, конечно, не мог это сделать, потому что Путин же дал слово, а как, ну, вы же знаете, что Путин, если слово дал, то все. Вот это и дальше, и дальше у того же Соловьева последовало заявление о том, что вот вагнеровцы должны отомстить. Кому отомстить, непонятно, учитывая то, что все понимают, что это сделал Путин, это было очень смешно. Но, тем не менее, вот какое-то такое вот уже позитивная оценка. То есть, и вот простой российский бюрократ, который привык слушаться начальству, он теряется, он не понимает, что ему делать. Значит, с одной стороны, вроде как, это зараза, которую надо искоренять, поэтому надо выдергивать все эти, значит, все эти могилы равнять с землей. А с другой стороны, сейчас поступает информация, я не исключаю, что сейчас будет информация о том, что нет, надо немедленно все поставить, воткнуть эти кресты, опять сложить это все. То есть, сейчас же, на самом деле, след ЧВК, Вагнер, Пригожин, это громадный пласт, я бы сказал, такой антикультурный пласт, который они оставили в России. Это мифы, это большое количество каких-то памятных досок в школах, их приглашали к детям, они там рассказывали, какие они все герои. То есть, это все надо как-то из сознания искоренять. То есть, на самом деле, ну, здесь, возможно, два варианта. Первый вариант, это действительно будет сказано, как в сталинские времена. Я еще застал вот мамины учебники, в которых детям было велено вымарывать определенные, просто вот брать и, значит, закрашивать чернилами портреты каких-то нежелательных людей. Энциклопедии, которые, там же, энциклопедии штучно выдавались. И вот все люди, которым присылались энциклопедии, они должны были принести, им заменяли страницы. Это просто реально было. Вот как у Орла, что-то стирается, что-то, так сказать, появляется. Вот таким образом было. Ну, я думаю, что в сегодняшней ситуации, когда, ну, все-таки интернета не было, а из интернета все, рукописи, конечно, горят, а вот из интернета все совсем окончательно стереть невозможно. Поэтому вряд ли это все будет искореняться вот таким образом. Ну, это будет вот такая вот постмодернистская история, что, значит, вот здесь знаю, вот здесь не знаю, здесь они герои, здесь они преступники. Ну, и, в принципе, вот эта вот, значит, бюрократическая шизофрения, я думаю, что она будет присутствовать. Значит, есть ситуация, одна ситуация вот с этими кладбищами, где повыдергали все кресты, значит, и венки сложили тоже. А есть другая ситуация, когда, значит, у мемориала, у Вечного огня, посвященного, значит, героям, которые погибли во Второй мировой войне в борьбе с нацизмом, там поставили мемориал Пригожину и Уткину. И там народ просто ходит и возмущается. Ну, хоть Уткина уберите, вы что, с ума сошли? Ведь этот, у вашего этого нациста Уткина, у него на теле живого места нет, сплошная фашистская символика. И вот он будет, его вот этот вот мемориал, он будет рядом с теми людьми, которые пали в борьбе с нацизмом. То есть, ну, в общем, короче говоря, Путин в этой, во всей истории попал вот в такую вот ситуацию полной шизофрении. Как думаете, вообще, вот за два последних дня, которые прошли с момента смерти Пригожина, понятно, что, в общем-то, все это время все только и делают, что обсуждают как причины, так и последствия возможные его гибели. Россия вообще, в принципе, как-то изменилась, как страна, и путинский режим как-то изменился. Можно ли сказать, что теперь это режим особого рода? Скажем так, ну, сказать, что принципиальных каких-то изменений не произошло, это так, но очередная модификация, очередной этап путинского фашизма происходит, потому что произошли очень серьезные изменения в самом характере режима после 24 февраля прошлого года. Вот тогда произошли очень серьезные, кардинальные изменения. Ну, во-первых, этот режим как бы стал вести уже откровенную империалистическую войну, именно как империя, пытаясь уничтожить соседнее государство. То есть этот режим стал, ну, скажем так, ну, совсем уж преступным. Но другое изменение произошло внутри этого режима, потому что, когда Путин начал эту войну, до этого, до этого этот режим был, ну, в чистом виде персоналистским. То есть не было ни одного вопроса, который внутри страны Путин не мог бы решить. Путин не мог, конечно, там нарушить законы физики, химии, но вот все остальное он мог сделать. То есть он мог любого человека уничтожить, он мог принять любое решение. Ну, другой вопрос там, как с экономикой, это же такая упругая вещь, так сказать. Ты нажимаешь на какую-то одну точку, а получается противоположный результат. Ну, по крайней мере, в рамках административного ресурса Путин мог сделать абсолютно все. Это был в чистом виде персоналистский режим. Он лично решал все вопросы. Но после 24-го числа все это закончилось, потому что Путин, объявив войну Украине, напав на Украину, скажем так, без объявления войны, он впустил в страну хаос. И этот хаос, ну, потому что хаос уже потому, что он не может контролировать ситуацию на фронте, да, потому что на фронте есть другой субъект, вооруженные силы Украины, которые сопротивляются, и тем самым он уже не все решает. И он перестал контролировать армию, и он перестал контролировать силовые структуры. И вот Пригожинский мятеж, он и до этого, на протяжении там 8 месяцев, все, что происходило вокруг Пригожина, и не только, потому что это были, был и Димаш, генерал-майора Попова. Это были многочисленные выступления, там, те же самые десантники, которые заявили о том, что тронете нашего командира, мы тут всех на лоскуты порвем, и так далее. Ну и, конечно, Пригожин. 8 месяцев Пригожин орал матом на министра обороны, на начальника генштаба и на президента России Путина. И, так сказать, творил, бог знает что, там, убивал кувалдами и так далее, и власти в России не было. Никакой советской власти не было в Советском Союзе, потому что за спиной вот реальной формальной государственной власти, то есть советской власти, за спиной стояла мафиозная структура под названием КПСС. И именно там принимались все решения, именно она руководила. Так вот, после развала Советского Союза в 14 республиках стали строить государство. В 14 построили государство в странах Балтии, построили государство в Казахстане, построили, ну, какое уж получилось, такое получилось в Молдове, и, в общем, получилось более-менее нормально. Уж какое получилось, такое получилось, построили государство там, В том же самом Узбекистане. Но это было государство. В России государство по-прежнему не стали строить, а построили вместо КПСС еще одну мафиозную структуру. Какой-то своеобразный сплав, в котором переплелись спецслужбы и криминал. И вот этот сплав как раз, это мафиозная, в чистом виде мафиозная структура, это мафиозная страна, это не государство, это мафия в чистом виде. И вот эта мафиозная структура, когда случилась вот эта война, и главный пахан, главарь мафии, утратил персоналистский характер своего режима, своего правления, она начала расползаться на те кланы, которые всегда там существовали. Но пахан раньше был, что называется, смотрящим. Он был всегда человеком, который мог быть верховным судьей. Он, что называется, определял, кто прав, кто виноват. После 24 февраля такую функцию он утратил. И мы видели, как в Кремле встретились представители двух кланов. Путин, клан Российской Федерации, и Пригожин, который представлял некий клан. Он не был руководителем этого клана, но он представлял некий клан, в котором, условно, назовем его ЧВК Вагнер. И, в общем-то, они как-то договорились, как-то поделились. Это была типичная стрелка 90-х годов, когда съезжаются братки, начинают делить рынки, ларьки, банки и так далее. Так вот, после этого было ясно, что Путин утрачивает персоналистский характер. То, что произошло 23 августа, это успешная попытка восстановить персоналистский характер своего режима. В течение двух месяцев он готовился. Он, значит, все сделал достаточно технично, надо сказать. Он разоружил фактически Вагнер. Значит, он спокойно, так сказать, какую-то часть, значит, растворил в Министерстве обороны. Ну, видимо, все-таки большую часть, где-то примерно две трети ЧВК Вагнера, были растворены в Министерство обороны. Еще какая-то часть была рассеяна, отправлена в отпуск и рассеяна по бескрайним просторам России. Значит, какая-то часть осталась в Африке. Ну, а остальные, те, которые захотели быть с Пригожиным, они отправились в Беларусь под гарантией Александра Григорьевича Лупашенко. Вот. И, да, и при этом, конечно, ликвидированы были все их базы, база Мулькина и другие базы были ликвидированы. То есть, фактически, ЧВК Вагнер, как из-под них была выдернута вся материальная и военно-техническая база. Вырваны все зубы, все когти. То есть, этот, значит, я не знаю, с каким животным, не хочется никакого животного, значит, ну, там, скажем, этот дракон оказался без хвоста, без зубов, без клыков, без когтей и перестал плеваться огнем. Все. Это стало такое вот, ну, достаточно злобное, но не очень опасное присмыкающееся. То есть, в конечном итоге и после этого, после того, как это все произошло, очень технично, так сказать, все было сделано, ну, осталось только одно. Осталось просто ликвидировать головку, ликвидировать трех человек, которые, на самом деле, представляли собой вот голову этого самого ЧВК Вагнера. Был уничтожен в этом самолете, летел, значит, Пригожин, летел Уткин и летел еще один человек, который является заместителем ЧВК, ну, Пригожина фактически. То есть, все. После этого, да, там остались какие-то командиры, в той или иной степени опытные, в той или иной степени способные что-то делать, но в условиях, когда ЧВК Вагнер практически не существует, они, в общем-то, оказались бессильны. И вот я, когда, так сказать, готовился и к своим программам, и к нашему с вами разговору, я посмотрел их переписку, и они все говорят, ну, все, у нас там все разговоры о том, что мы сейчас пойдем, сначала были какие-то попытки, давайте соберем совет командиров, у них есть такая структура, и примем решение, давайте пойдем снова на Москву, на этот раз уже дойдем, никто нас не остановит. Ну, в общем, это там горячие головы, по-первости так говорили, но потом стало ясно, что, в общем, а кто пойдет-то? Вот они в таком состоянии находятся. На чем они поедут? На самокате. Чем они будут брать Кремль? Ну, у них остались, наверное, какие-то там, я не знаю, финки самодельные, еще что-то, может быть, так сказать, рогатки какие-то есть, там, какие-то еще способы поражения. Конечно, они люди опытные, но вот в таком составе, с таким вооружением, конечно, на Кремль уже никто не пойдет, тем более идти-то не на чем автомобили. То есть, на самом деле, вот таким образом, то есть, безусловно, это первое, что, в общем-то, ЧВК «Вагнер», как такая самостоятельная сила, как самостоятельная боевая единица, исчез, вот все. Ну, тут важно же не только то, что командиров там их нет, но важно то, что они же наемники, они же про деньги. Так же, как и Пригожин. Он же, на самом деле, как был уголовником предпринимателем, так и остался. Он же про деньги. И деньги он умел зашибать немало, и там полтора триллиона, как было обозначено. В Африке, опять-таки, я своих расследований не проводил, но, по крайней мере, эксперты говорят, что 4,5-5 миллиардов долларов он снимал с африканских стран. Вот, так что, в общем, он умел деньги делать на грабеже, на разбое, ну, как обычно, на убийствах. Это, что называется, не отнять. Но теперь нет этого предпринимателя, теперь нет командира Уткина. Ну, опять-таки, по известиям экспертов, все-таки Уткин был вот этот вот нацист, который, так сказать, был убит вместе с Пригожиным, он был достаточно неплохим командиром. Вот, и, ну, скажем так, нельзя его, наверное, назвать полководцем, но неплохим командиром, благодаря чему, в том числе, и ЧВК Вагнер имел преимущество. Сейчас этого нет. Нет Пригожина, который умел доставать деньги. Вопрос, а что теперь Вагнер? А ничего теперь Вагнер. Теперь Вагнер будет, часть частично растворенная, исчезнет в Министерстве обороны, там, если кто-то захочет с ними свести счет, их просто утилизирует довольно быстро. Но какая-то часть останется в Африке, и они, скорее всего, пойдут под, опять-таки, под крышу Министерства обороны. Президент Центрального Африканского Союза уже сказал, что им все равно, когда его спросили, как вы теперь, он сказал, нам совершенно все равно, мы с Россией. Мы с Россией, пожалуйста, вот кого Россия назначит, с тем мы будем работать. Конечно, им нужны боевики, им нужны боевики для защиты этого режима, там еще порядка 13 стран, так или иначе, находятся в той или иной степени под контролем ЧВК Вагнера. Но они очень быстро, что называется, будут переключены на тех, кого назовет руководство Российской Федерации. Так что вот это, я думаю, что история, скорее всего, закончена. Но история вот конкретно ЧВК Вагнер, видимо, в той или иной степени закончена, а вот история мятежа Пригожина, думаю, что нет. Потому что вот тот способ управления страной, который теперь стал базовым для Путина, это способ управления страной с помощью страха, вот уже откровенно с помощью страха, в условиях, когда жизнь всех россиян хуже становится, и вот в этой ситуации, причем страх, он в адрес военных в основном, то есть на самом деле в адрес своих, то был страх в адрес тех, кто какие-то высказывает мысли, там, либеральные, или еще какие-то ужасные мысли. Но это понятно, либералы люди мирные и безоружные, они ответить не могут. А вот когда страх в адрес военных, а у военных есть чем ответить на страх и на прямую угрозу своей жизни, особенно в условиях, когда украинская армия постепенно, потихонечку все-таки теснит, и в конечном итоге дело движется к тому, что будут освобождаться оккупированные территории, вот здесь возможна и ответка. И поэтому режим постепенно сдвигается к тому, что возникает серьезная вероятность, она была равна нулю все это время. Вот до этого момента, до вот этой истории с Пригожиным, вероятность всяких шарфиков, табакерок, там, истории, как это было с Павлом Первым, она была равна нулю. Не было никакого потенциала, никакой версии, что вот такое будет возможно. Хотя многие говорили, вот там, переворот и так далее. Ничего этого не было. А сейчас это возможно. Возможно, потому что вот когда военнослужащие, генералы, выбирают между реальной угрозой смерти, а эта угроза есть и от рук украинских военнослужащих, потому что, так сказать, дело близится, понятно к чему. С другой стороны, эта угроза в случае поражения, тут и трибуналом пахнет международным. Ну и вариант преодолеть собственный страх, и все-таки решить вопрос с помощью, там, табакерки, шарфика, ну или каких-то других средств, которые являются более современными. Но вот этот вариант уже становится все более и более возможным. То есть, на самом деле, я думаю, что Путин, да, безусловно, восстановил свой персоналистский режим, но он вступил вот в такую зону очень высокой турбулентности, когда вероятность обрушения режима, вероятность возникновения большой русской смуты резко увеличилась. То есть, он резко увеличил эту вероятность. Сколько там в процентах? Ну, в нынешних условиях говорить о каких-то вероятностях в точных цифрах довольно безответственно, но он увеличил ее, это совершенно очевидно. Здесь еще один есть интересный момент. О нем сегодня говорил Христо Гродев. Хотя, давайте сначала я вот что спрошу. Давайте посмотрим видео, которое записали бойцы русского добровольческого корпуса. Напомню, что это подразделение, которое воюет на стороне ВСУ. Они обратились к вагнеровцам с просьбой переходить на их сторону, имея в виду конкретно тех людей, за плечами которых нет военных преступлений. Обращаюсь к бойцам ЧВК Вагнер, для которых слова верность и честь еще имеют какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командир. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором. Либо стать в столе Министерства обороны Российской Федерации и служить цепными псами для палачей ваших командиров. Или отомстить. Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от КАТ. Подойдем до конца. Как думаете, могут ли, если не все вагнеровцы, то какая-то часть действительно откликнуться на этот призыв и присоединиться к украинской армии? Это на самом деле хорошая история. Вот этот вот командир русского добровольческого корпуса с позывным White Rex. Он, кстати, был у меня в эфире. Достаточно толковый парень. Значит, хорошее обращение. К нам в эфире не идет. Я бы на самом деле тоже очень хотела его пригласить, но почему-то к нам в эфире не идет. Да не вопрос. Обращайтесь. Я думаю, что тут... Им же нужно, им нужна информация, им нужно, чтобы они их знали. Их мало, понимаете, их немного, поэтому... Ну ладно, это уже, так сказать, дело такое. Но в любом случае, я думаю, что вот реально сейчас тут главная проблема. А может ли он найти и найдутся ли в составе ЧВК Вагнер люди, которые не совершили преступления в Украине? Вот найдутся ли такие люди? ЧВК Вагнер и отсутствие преступления в Украине, это может оказаться двумя несовместимыми требованиями. То есть мы в результате наложения этих двух параметров обнаружим на пересечении пустое множество. То есть, понимаете, человек служит в ЧВК Вагнер и не успел совершить преступления в Украине. Это может быть только в том случае, если он только-только завербовался в ЧВК Вагнер и просто не успел ничего сделать. То есть, ну, на самом деле, я сейчас просто обозначаю проблему. Но я думаю, что вот это вот обращение Уайт-Рекса, которое сейчас вы продемонстрировали, оно имеет большое значение не только в отношении ЧВК Вагнера, в отношении всех. Ведь только что, значит, Главное управление разведки Минобороны Украины, вооруженных сил Украины, генерал Буданов озвучил очень важную, так сказать, важный успех. Когда они провели спецоперацию, они договорились с пилотом боевого вертолета о том, чтобы этот пилот сначала вывезли всю семью этого пилота, а потом этот пилот просто-напросто пригнал этот вертолет, прилетел в расположение украинских войск. И фактически сел там, фактически вот этот пилот передал очень дорогостоящую современную боевую машину вместе там со всякими важными секретными материалами, он передал в руки Украины. За это он получил определенную сумму и полную гарантию спокойной жизни. То есть человек, ну, собственно говоря, выбрал правильную сторону. То есть это вот людям показывают дорожку, вот ты хочешь спастись, потому что на самом деле сегодня вот и российская верхушка, и российские военные, это люди, которые стали заложниками. И по сути дела речь идет именно о некоторой дорожной карте, с помощью которой заложники могут спастись. То есть речь идет об освобождении заложников, которые находятся вот именно в плену фактически вот у этого фашистского путинского режима. Так что вот это обращение, оно такое, оно, мне кажется, резонансное. Если его услышат, это будет хорошо. Что касается вагнеровцев, ну, опять-таки, вот тут один вопрос. Я просто, есть корреспонденты, есть журналисты, которые специально занимаются вагнеровцами, их структурой, и они, наверное, могут более компетентно сказать, есть ли там люди, которые не совершили преступления. Наверное, есть. Наверное, они могут услышать. Может быть, какое-то количество людей последует призыву командира русского добровольческого корпуса. Продолжение следует... Продолжение следует...